Юрий Бездудный оценил готовность медицинских учреждений к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Накануне временно исполняющий обязанности губернатора региона посетил детскую поликлинику и операционное отделение окружной больницы, которые были переоборудованы на случай необходимости для больных с COVID-19. Главный врач Ненецкой окружной больницы Дмитрий Козенков показывает временно исполняющему обязанности главы региона Юрию Бездудному корпус детского отделения, который в настоящее время перепрофилирован для пациентов с коронавирусной инфекцией со средней степенью тяжести заболевания, которым не требуется проведение инвазивной или неинвазивной искусственной вентиляции лёгких. Для этого предусмотрено два этажа коек и чистая зона, отдельная, выделенная для врачей. Четвёртый, третий этаж. Четвёртый этаж мы разворачиваем 34 койки. К каждую палату имеется точка выхода централизованной подачи кислорода. На третьем этаже мы разворачиваем 26 коек. Имеется 10 точек централизованной подачи кислорода и кислородные концентраторы дополнительно. Пациенты с тяжёлой формой коронавирусной инфекции, которым потребуется искусственная вентиляция лёгких, будут размещены в главном корпусе окружной больницы. Здесь, на четвёртом этаже под реанимационное отделение, временно перепрофилирован операционный блок, в котором развернуты 9 коек с аппаратами ИВЛ. «Отделение в главном корпусе, где будут находиться пациенты с коронавирусной инфекцией, оно изолировано полностью от других отделений, и у него имеется отдельный вход». Также для размещения отдыха медперсонала в больнице предусмотрены так называемые «чистые зоны». Предполагается, что в случае появления пациентов с COVID-19, медицинские бригады будут работать на объектах по 14 дней в полной изоляции от внешнего мира. А после вахты будут находиться под наблюдением коллег. По словам Юрия Бездудного, сегодня все объекты, переоборудованные под размещение пациентов с коронавирусной инфекцией, полностью готовы и соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. «У нас всё в порядке, ситуация контролируема. Все эти меры, которые ранее были приняты, они позволяют не допустить коронавирусную инфекцию на территорию округа. Но, тем не менее, мы готовы к принятию ещё более жёстких мер. Пока мониторим ситуацию и наблюдаем за её развитием». Напомним, что на сегодняшний день на территории НАУ не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.